Слава Богу, друзья! Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры! Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Слава Богу! И вот, дамы и господа, я сейчас открою из псалтеря. Вот, вот так лучше точно. Так, 96-й псалом. 96-й псалом Давида. Здесь даже пояснение такое есть. Когда устроялась земля его. Вот так интересно. И я прочту весь псалом. Господь царствует. Дорадуется земля. Дорадуется земля. Довеселятся многочисленные острова. Облако и мрак, окрест его. Правда и суд, основание престола его. Пред ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его. Молнии его освещают вселенную. Земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду его, и все народы видят славу его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред ним, все боги. Слышит все он и радуется. И веселятся чери иудины ради судов твоих, Господи. Ибо ты, Господи, высок над всею землею. Превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе. И славьте память святыни его. Аминь. И вот названием этого эфира я взял слова из этого псалма. Слова из псалма 96-го, начала 10-го стиха. Написано. Господа, ненавидьте зло. Это призыв, такой господний призыв. Любящие Господа, ненавидьте зло. И наша брань не против плоти, крови. Наша брань против духов злобы поднебесной. Против мироправителей, тьмы века сего. Против дьявола, против всех его бесов. Не против человеков. Мы воюем за человеков. Настоящие верующие, если верующие по правдушному, не по наружку, а по-настоящему верующие, именно христиане, воюют всегда не против человеков, а за человеков. Люди, если возрожденные на самом деле, возрожденные свыше, воюют за человеков. Против зла, против духов злобы поднебесной. Кстати, я вот к этой трансляции сейчас, я сейчас веду трансляцию. К этой трансляции я заставку, картинку такую, значит, взял из одного протестантского автора. Я, значит, тоже мог бы, конечно, взять кого-то из наших православных отцов, потому что тоже были чудотворцы, целители. Пантелеимон, вспомним хотя бы, да, Самсон и Диамид, Ермолайн, там много было целителей. В истории христианской церкви, древней, да и более современной. В истории много тоже отцов, которые, ну, прославились так в своей жизни именно чудотворениями. Католических мог бы взять тоже я, кого-то из отцов, потому что в католической традиции также мы видим много, как и в нашей православной традиции, мы видим много очень таких чудотворцев, как бы, да, известных чудотворцев, людей, которые действительно прославили Бога в таких массовых чудесах, знамениях. Да, слава Богу. Но, дамы и господа, я взял цитату и картинку протестантского проповедника, протестантского служителя Джон Лейк. Почему? Я думаю, что это подчеркивает экуменичность как раз христианской веры, вселенскость ее, не местечковость, не просто обособленные мы, как бы, веточки друг от друга, разные ветви христианства на таком многоветвистом древе церкви Божьей, церкви Христовой. Да, действительно, христианство на сегодняшний день это огромное древо. Знаете ли, имея корнем, конечно, самого Господа Иисуса Христа, Бога Великого, Духа Святого, имея корнем Божье Слово, имея корнем, действительно, апостольское вот это исповедание веры. Да, но древо христианской церкви на сегодняшний день, оно очень многоветвисто. На самом деле, что порой многих даже это в смущение так вот приводит. Вот, и, ну, конечно, нас не должно это приводить в смущение так, потому что, наоборот, мы должны, ну, как бы, и радуемся, да, радуемся тому, что действительно спасение приходит в разные культуры, в разные традиции и к очень разным людям. Слава Господу! Это прекрасно! Вот, и Джон Лейк, почему же, взял его имена? Потому что этот человек, еще начав служение свое там в конце 19 века, начало 20 столетия, то есть 100 лет назад, но он прославился именно как великий чудотворец. Я думаю, так скажу без всякого преувеличения, что по, вот даже, ну, так, если можно так выразиться, по объемам чудес и по сверхъестественности происходивших чудес, он затмил, ну, фактически всех известных православных и католических чудотворцев, целителей, тех, кто действительно, ну, потрудился во славу Божию, хорошо, конечно, но, знаете ли, в последние дни, видимо, Господь изливает Духа Святого, Святаго своего больше и больше. Это как вот, знаете, как сравнивается с поздним дождем, не зря это сравнивается с поздним дождем, или как там буквально там говорят еще в тексте еврейском, с ливнем, как бы, поздний ливень этот. Вот, и слава Богу, вот такой ливень Духа Святаго. И начало 20 столетия было, конечно, ну, ознаменовано многими такими, конечно, и страшными происшествиями, но и великими потрясениями. И вот одно из самых величайших знамений, вот, начала 20-го столетия, прекрасных знамений. Были и страшные знамения, но были и прекрасные знамения. И вот одно из самых, наверное, прекрасных знамений, это служение вот этого мужа Божьего, Джон Рейк. И я взял, значит, цитату, сын прислал мне как раз цитату, цитату эту, и я подумал, вот, подумал сразу, вот я ее как раз и поставлю на, как картинку, в заглавие. Вот, цитата из Джона Рейка. «Когда я впервые понял, он пишет, да, что болезнь не является Божьей волей, что ее автор, Сатана, все в моей душе и духе поднялось на борьбу с ним. Возлюбленные, он пишет дальше, не смиряйтесь с тем, что в вашей жизни, что они находятся в гармонии с Богом». Аминь. Прекрасные слова, и, ну, скажу так, лучше не скажешь на эту тему, действительно, очень четко и емко и, ну, конкретно. И, ведь, действительно, смиряться перед дьяволом – это последнее дело для христианина. Но смиряться перед Богом – это первое дело христианина, это великое дело христианина. Вот, смиряться перед злом – это поражение христианина, это катастрофа, это трагедия, это позор. А смиряться перед Божьей волей, перед Богом, любящим Богом, перед кровью Сына Божьего, перед Духом Святым, это прекрасно. И, знаете ли, друзья, действительно в теле Христа сегодня, в теле Господнем происходят разные процессы, но в целом, конечно, вот этих последних пять столетий эпоха Великой Реформации, вот так можно назвать это время, в которое мы живем с вами, и вот которое уже продолжается год, уже чуть больше пяти столетий. Да, вот, кстати, в этом году осенью мы отмечаем уже 501 годовщину, со дня начала этой эпохи Великой Реформации. Прошлый год, кстати, 2017, он в календаре нашей Церкви был полностью посвящен как раз именно вот этому юбилею нашему, 500-летию, со дня начала Великой Реформации. Это праздник был для всех христиан, православных, протестантов, католиков, для всех-всех-всех, потому что для всего тела Иисуса Христа великое благословение. Как в предыдущие годы были годами нашего позора, и эпоха, значит, до Лютера, до Кальвина, Цвингли, до Аннабаптистов, эта эпоха, ее можно назвать, я называю ее именно эпохой или временем Великой Деформации, Деградации мирового христианства. То сейчас время Великой Реформации, Реформации мирового христианства, восстановления, покаяния, исправления, слава Богу, восстановления Церкви Божьей, Церкви Нового Завета. И любящие Господа, ненавидьте зло. Ненависть вообще страшное оружие. И если люди обращают ненависть на самого себя, на окружающий мир, на других людей, на животный мир, на растительный мир, это страшная трагедия. Когда человек направляет свою ненависть, вот это чувство свое, не по адресу, одним словом, это страшное оружие становится очень весьма разрушительным. Но с другой стороны, вот когда эта ненависть, когда это оружие направляется по назначению, да, то великое благословение. Да, потому что, к примеру, у всего есть свое назначение. Свечки, допустим, вот я на шаббат зажигал свечи, вот, значит, да. И свеча. Можно по назначению ее использовать, да, зажечь. И вот светло. И очень, ну, красиво. Я люблю, когда вот горят свечи, так оно как-то уютно, так романтично. С Господом проводим время, так вот именно на шаббат зажигаем свечи. Вот, это хорошо. Но, дамы и господа, эту свечу можно использовать и не по назначению. Допустим, ей там что-то поджигать, значит, там, устраивать пожар каким-то, или что-то еще там, значит, страшные вещи какие-то делать. Вот, значит, и, я не знаю, ножом, да, можно по назначению пользоваться, да, колбасу резать, там, значит, допустим, да, значит, там, что-то еще, значит, хлеб резать, а можно не по назначению, вот, кого-то мучить и убивать даже, понимаете ли? Вот, смотря в чьих руках, он, допустим, полицейский, да, допустим, там, военный носит меч, ну, сейчас не меч, сейчас, ну, а пистолетом, тот же самый, допустим, да, зачем? Чтобы нас защищать, вот, то есть, по назначению пускают оружие, когда, значит, да, защищают мирных людей, вот, граждан, допустим, а можно в руках преступника то же самое оружие, да, тот же самый пистолет, там, или меч, тот самый, да, как в древности было, уже не по назначению, уже, значит, поражать уже, наказывать виновных, вот так вот, убивать невиновных, вернее. Вот, а, значит, в Библии говорится, что носящий меч должен, для того, чтобы наказывающий, делающий злое поступать, и пощать делающих добро, вот, и ненависть, она в сердце любого человека есть, ну, или же проявится рано или поздно, все равно, значит, желает тот человек или не желает, в нем, в судьбе каждого человека, в большей или меньшей степени ненависть проявится. Вот, у кого-то поздно, у кого-то рано, она начинает проявляться, у кого-то в очень такой сильной форме, у кого-то очень в такой тихой, что кажется, как будто это такое болото, омут, но в тихом омуте тоже порой водится там такое, не приведи Господь. Знаете ли, но, и очень важно знать, куда направлять свою ненависть, не против человека, не против, там, растительного мира, животного мира, окружающего мира нас, нет. Он говорит против зла, против духов злобы поднебесной, вот, и против, вот, вот, как у Лейка написано было, хорошо, слушайте, я еще раз прочту, мне даже сам понравился очень. Он пишет, когда я впервые понял, что болезнь не является Божьей волей, что ее автор, Сатана, все в моей душе и духе поднялось на борьбу с ним. Вот, знаете, вот, поднялось на борьбу, я представляю, он вскипел ненавистью к этой заразе, к этой болезни вообще, ко всему тому, что дьявол делает. Вот, значит, и за людей, вот, как вот, в моей жизни, в служении моем я видел много чудес. И, ну, конечно, не как Джона Лейк, но, надеюсь, увижу еще больше чудес. Как и каждый христианин, я также ревную о том, чтобы было больше и больше этих чудес, и чтобы проставился Господь в сегодняшнем дне, в нашем поколении. Вот, как сто лет назад он проставлялся через Джона Лейка, через, там, других братьев, вот, и православных, и протестантов, и католиков. Знаете ли, значит, да, так сегодня пусть Бог проставляется еще больше, еще пуще через нас с вами, через каждого из нас. Пусть больные исцеляются, мертвые воскрешаются, прокажем очищаются. Сегодня, с одной стороны, невиданные, неслыханные болезни всевозможные возникают, но, с другой стороны, это подсказка свыше, ну, как бы, к действию. Это, как бы, подсказка свыше от Бога, к тому, что пришло время действовать. И спала эти деспота, да, Алекс, приветствую, да, слава Богу. Так что, друзья, действуйте, действуйте. Вот, и, конечно, ненавидеть зло может по-настоящему лишь тот, кто любит Господа. Вот, в этом стихе как раз, ну, как бы, подсказка есть сразу же. Любящий Господа, ненавидьте зло. Вот, и ненавидеть зло по-настоящему, я убежден, может лишь тот, кто любит Господа. И чем больше мы любим Господа, влюбляемся в Него, тем больше мы способны действительно возненавидеть зло. Зло в этом мире, зло вокруг нас, зло в себе увидеть и возненавидеть это зло. Вот, и действие дьявола, действие врага, это страшно, конечно. Конечно, то, что сейчас происходит, да, и уже на протяжении 5778 лет происходит, это ужасно. Вся история человечества, а именно столько, вот согласно Библии, прошло времени, 5778 лет со времен нашего пра-пра-пра-пра, много раз пра-пра-отца Адама и пра-пра-пра-пра там, пра-матери Евы, наших пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра родителей. Вот, начиная с того времени, прошло 5778 лет, согласно писанию. Вот, осенью будем уже встречать, в сентябре будут торжества, будем молиться, благодарить Бога за наступающий 5779 год. От Адама, от сотворения мира. Вот, и у нас такой сообразный Новый год такой есть даже. Вот, в православной традиции, кстати, осенью же он отмечается Новый год, начало индикта. Но я сейчас не о том, а о том, что действительно ненавидеть зло. Ну, и сегодня, допустим, ночью, вот, уже под утро сообщение было от сына тоже, как раз, значит, вот, ночь не спали фактически наши, ну, моя семья, жена, дети. Вот, кот болел, ну, у нас два кота, один, одного мы там взяли, как бы, ну, от одной женщины, которая, ну, занимается этим, приют такой сообразный такой организовал, собирает бездомных кошек. Вот, а второго просто под окнами нашими, там, значит, там, значит, ну, погибал котенок, вот, значит, его кто-то переехал, там, значит, там, и, значит, он уже умирал. И вот, слава Богу, значит, подобрали его, значит, там, и жена, дети принесли его, значит, домой, тоже молили за него, вот, потом в больницу, к ветеринару, там, лечение было, все, вот, и хотя шансов таких, как бы, и не было, но выжил, теперь такой красавец, такой кот, такой, вот, значит, и вот, ну, первый наш старший, вот, который взяли, вот, с приюта, будем так говорить, вот, заболел тяжело, вот, и парализация, там, конечности началась, там, что-то еще, там, и пишут страшные вещи. Знаете ли, мир за эти 5778 лет, вот, горе много знает, и горе очень много, и в мире растительном много очень горя, это не передать, вот, и в мире животном мы видим еще больше горя, а еще больше горя, конечно, в мире людей разумных, в мире человеческом, еще больше горя. И, знаете, вот это горе, оно, вот, за эти 5778 лет, вы знаете ли, как вот, как снежный ком, понарастающий, оно все увеличивается и увеличивается, и тьма сгущается над этим миром. Иисус Христос, он сравнил свое возвращение, время своего возвращения, второго пришествия, как мы говорим еще, сравнил со схватками перед родами, как женщина, имеющего чревие, и не избегнут, то есть это не рассосется, это не исчезнет, надо рожать. И, знаете, вот, схватки перед родами, действительно, имеющего чревие, так и есть. И сегодня всю нашу планету лихорадит, конечно, и раньше было, и два тысячелетия назад тоже, сколько горя было, там даже в Писании читаешь, вот, чтобы убить Машиаха, Христа, то царь даже послал солдат, ну, головорезов, есть такая профессия, убивать. И вот, к сожалению, да, вот, не по назначению, не чтобы защищать людей, а солдаты пришли, чтобы убивать его головорезы, иродовы, пришли, чтобы убивать детей. В Вифлееме иудейском и в окрестностях от двух лет и ниже, которые он узнал о волков, по времени, которые он узнал от волков. Вот, царь рассчитывал, что один из убитых мальчиков мужского пола, всех младенцев убивали, девочек оставляли живых, вот, что надеялся, что это будет как раз Машиах. Он хотел убить Христа и царя иудейского. И знаете, тоже читаешь, и там даже написано, что страшное пророчество исполнилось. Ну, это как бы слово из Ветхого Завета, но которое воспринималось уже в Евангелии, как пророчество вот о том времени, что Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, потому что их нет. А сколько горя так вообще происходит? Сколько горя происходит в этом мире? Я помню, мы в Киеве снимали квартиру, там, возле Харьковской. Вот, только еще приехали на квартиру и, значит, ну, еще только переехали, еще мало кого знали там в подъезде. И, ну, я замечал, что там внизу, там, ну, как назвать это, где вот лифт и где, значит, там, как назвать это, не знаю, вестибюль там или как. Вот. Там в уголку всегда цветочки стояли, баночка там с цветочками. Ну, как бы, ладно, там мало ли что-то. Я так понял, что-то вроде как произошло, наверное, мало ли, я ж не знаю, ничего еще. Вот. И, ну, и замечал, что цветы меняются, там, так вижу, там, раз новый букетик появился, там, через несколько дней еще букетик появился. Вот, проходил, проходил. И, как раз я помню, выбегал уже с подъезда, значит, опаздывал на занятия. Я тогда преподавал, это был еще 97-й год, там, 98-й, я уж не помню, какой был год. Вот, преподавал в Сент-Джеймс Колледж, колледж Святого Якова, американский колледж, имел тогда представительство, филиал, значит, в Киеве, и я там преподавал. В основном, в основном, там, преподаватели были американцы, англоязычные преподаватели, но были и некоторые украинские учителя, и вот меня взяли также, россиянина, как вот, ну, пригласили. Я преподавал там несколько лет, и вот, я помню, тогда вот тоже, уже опаздывал на занятия, надо спешить было, и из подъезда этого уже все, как бы уже, вот, выхожу, и вот стоит там мужчина один, как назвать его, ну, голова там, управление этого, домоуправления, вот, с ним-то я уже познакомился, интересно, мужчина разговорчивый такой очень, вот, значит, и с ним стоит женщина, бледная такая, вся такая, и я, вот, знаете, я хочу мимо пробежать, как бы, и меня, как магнитом, вот, тянет поговорить, не то, что вообще, вот, остановиться на месте, знаете, как некий магнит, вот, он тебя улавливает, я не мог уйти, я не мог с собой совладать, я понимаю умом, что я спешу, мне нужно сейчас, у меня обязательство, моя группа сейчас меня ждет, но я должен быть здесь, я понимаю, я не мог понять, что случилось, ну, как бы, я же ту женщину не знаю, я с тем поздоровался, с мужчиной, пару слов ему сказал, каких-то, я уж не помню, вот, и, значит, и, я даже не помню, как все началось, но та женщина, вдруг, я узнаю историю, эта женщина, оказывается, тонацию дочке ставит, оказывается, она меняет цветы регулярно, там, уже много дней, на этом месте, оказывается, прям, прям в подъезде, зарезали ее сына, я так понял, значит, из того, что узнал я, она одна воспитывала своего сына, вот, вот, сын умница, закончил с отличием школу, отлично учился в университете, все подавал надежды, такие хорошие, а потом, вот такая трагедия, его подловили в подъезде и зарезали, просто как поросенка, все в крови там было бы, потом начальник говорил, что директор, или как его там, управдом, что здесь весь подъезд был в крови, значит, ужас такой, а потом поймали этих ребят, судили, и выяснилось потом, что, значит, что они просто ошиблись, просто они, просто они искали другого парня, наказать хотели, убить одного парня, а тот, вот, сын этой вдовы, будем так говорить, значит, он, как две капли воды был похож на того парня, они не родня, ничего, но такие же бывают совпадения, знаете ли, всякое бывает, я помню, как мы тоже в Киеве, в другом месте снимали квартиру, возле Черниговской, и помню, там возле метро, там, всякие бабушки сидят, там, Петрушка, укропчик всякий продают, семечки, и одна из них на меня так вылыбалась, так, ну, как, извиняюсь, ну, так, мне так уставилось, так, такая удивленная, смотрит, смотрит, а потом он начинает разговаривать, оказывается, она баптистка, и у них в баптистском молитвенном доме есть мой двойник, руководит хором, там, она такая, да вы что, я, я думал, это вот брат, ну, как, ну, не здоровайтесь со мной, значит, как бы, значит, там, смотрит на меня, и как будто не замечает меня, вот, и я потом узнал, да, оказывается, есть вот такой мой двойник, ну, всякие бывают случаи, ну, и комичные, но бывают и такие трагичные случаи, знаете ли, вот тот случай был трагичным, того пацана убили, и, знаете ли, а я, а, вот сейчас я вспомнил, слушайте, вспомнил, как все началось, я с мужчиной тем разговаривал, а женщина стояла рядом, она не хотела там разговаривать, и я не мог совладать, и я стал говорить ей, я стал говорить, вас любит Бог, говорю, Бог вас любит, она, да, да, спасибо, да, да, спасибо, я не мог молчать, я понимал, что она не принимает, она, вроде, знаете, как бы, вежливо соглашается, в России больше люди, вот, в этом плане открыты, если нет, он, как бы, и не соглашается, вот, значит, пошлете на три буквы, и все, в Украине там помягче, люди там другие, другая ментальность, там люди, даже если с тобой не соглашаются, они просто, да, да, покивают головой, как бы, вот, как бы, ну, такая есть уже своя культура, сообразная такая, вот, знаете ли, вот, и, значит, и она, вроде, да, 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 я понимаю, что она не да, она не принимает этого, я опять ей говорю, она опять, да, спасибо, да, спасибо, я верю, я верю, вот, даже дослала, ну, устами-то можно что хочешь говорить, я опять ей говорю, что Бог очень любит вас, говорю, и вдруг у нее в лице все поменялось, она, знаете, вот, была обычная нормальная женщина, и вдруг, как будто, вот, такая смерть стоит, бледная, вся ж побелела, вся ж, аж ненавистью такой аж, а где был ваш Бог, говорит, когда здесь моего сына зарезали, вот на этом месте, и она что-то такое там еще дальше говорила, и я понял, вот она, всковырнулась, болячка, в сердце человеческом, она это выплеснула, она не могла это больше терпеть, этой боли, она-то выплеснула, тот мужчина, аж тоже там вот так попятился, знаете ли, и она, когда все это наговорила, все, страшные вещи наговорила, и гадости всякие, и все, и боли свои выплеснула, и я не мог дальше молчать, я сказал, я не помню тоже все, что сказал, но я сказал ей, что Бог любит вас, действительно, и вашего сына, говорю, вы вашего сына любили? Она говорит, да, вот, ну, как-то так подтверждающе, я говорю, знаете ли, Бог любил вашего сына и любит гораздо больше, чем вы можете себе представить вообще, чем вы любите его, вот, она, да, значит, и дальше я засвидетельствовал об Иисусе Христе, вот, о любви Божьей, вот, и, знаете ли, и действительно, любовь побеждает всякую ненависть, всякую боль, она покаялась, она покаялась по-настоящему, она плакала, принимала любовь Божью, прощение, прощала, и прощала тех убийц, и всех прощала, и принимала прощение, потому что простить может только лишь тот, кто принял прощение от Бога, по-настоящему может простить лишь тот и отпустить, кто принял это отпущение, и прощение от Господа Бога Всемогущего, слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому, Аллилуйя, Аминь, слава Богу, друзья, благоставляю всех вас, вот, и любящий Господа, ненавидьте зло, не злых людей, а зло само, потому что все люди добрые, просто многие об этом не знают еще, многие живут во зле и думают, что они злые, на самом деле они добрые, на самом деле Бог создал весь этот мир прекрасным, на самом деле...